Продолжение следует... ...выполняла задание высоко в горах. Неожиданно, из-за ближайшего выставка, на них обрушился шквал огня. В левый борт машины, управляемой Александром Волгиным, врезались два снаряда 23-мм зенитной установки. Один из них пробил кабину, второй попал в двигатель. Левый двигатель полностью встал. В кабине был перебит жгут полностью всей энергосистемы. То есть отсутствовали показания приборов, показывали все ноль. Связь была нарушена, как внешняя, так и внутренняя. Машина начала падать. С высоты 500 метров попытался выпустить шасси. Шасси тоже отказали. Пришлось садиться на пузо. Пилоту удалось совершить посадку на крохотную площадку, куда вскоре вертолет Ми-8 доставил новый движок и бригаду ремонтников. Всего через 8 часов отремонтированный Ми-24 приземлился на базе. У нас большой опыт. Афганистан, Северный Кавказ и еще много военных конфликтов, которые были за пределами нашей страны. Сбить вертолет непросто. Попасть можно, но сбить непросто. В российских ВВС давно не удивляются тому, что вертолеты Ми имеют несколько жизней. Пролетали решето решето, да, с оторванными стабилизаторами, там по 70 и более пробоин. Вот. И ничего, ничего. Вертолеты Миля в тяжелейших условиях боевых действий в Афганистане полностью подтвердили свою высочайшую надежность и исключительные боевые качества. Когда говорят о гении конструкторской мысли, первым вспоминается имя Леонардо да Винчи, который оставил потомкам чертеж первого вертолета. Достойным продолжателем его дела стал наш соотечественник Михаил Леонтьевич Миль. Его талантом и энергией в Советском Союзе была создана выдающаяся школа вертолетостроения. Сегодня наш фильм о том, как летательные аппараты Миля завоевали себе право называться лучшими в мире. Хватка крокодила. 20-е годы прошлого века. Советская республика увлечена авиацией. Появились необычные летательные аппараты, геликоптеры и автожир. Самолеты со свободно раскручивающимися винтами вместо крыльев. В ЦАГе новые машины проектировали Черемхин, Братухин, Камов. В 29-м году в Москву Камову пришло письмо от студента Новочеркасского авиационного института Михаила Миля. 19-летнего юношу увлекали винтокрылые машины. Молодого энтузиаста приняли на должность инженера. А через три года он уже руководил в ЦАГе бригадой, проектирующей узлы вертолетов. С первых дней войны Михаил Миль на фронте. В отряде автожиров-корректировщиков. Несмотря на высокую эффективность новых аппаратов, работы над ними были свернуты. Авиастроительные мощности требовались для постройки истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков. Милю поручили расчет прочностных характеристик самолетов. А в редкие свободные минуты будущий великий конструктор рисовал проекты собственных винтокрылых машин. Тогда казалось, мечты его далеки от реальности. За короткую, в общем-то, жизнь, он умер всего лишь в 60 лет, он создал вертолетную отрасль Советского Союза. Это и образцы вертолетов, целая гамма, и заводы. Ну и, может быть, главная его задача, он создал коллектив единомышленников, специалистов, ученых, которые образовали так называемую школу Миля. Афтожиры для военных целей применяли многие страны, но в семействе винтокрылых аппаратов наиболее эффективными оказались вертолеты. Так немецкий военный флот использовал вертолеты для обнаружения морских караванов. Однако наиболее удачными оказались американские геликоптеры, построенные русским эмигрантом Игорем Секорским. Его вертолеты вели разведку, искали сбитых летчиков, вывозили раненых. После Второй мировой войны в мире наступил вертолетный бум. А командование советской армии, увлеченное масштабными проектами постройки реактивной авиации, считало вертолеты чем-то несерьезным. Михаил Миль был убежден в необходимости строительства вертолетов и предложил построить легкий Ми-1 для разведки и связей. 12 декабря 1947 года конструкторская группа Миля была преобразована в КБ, которая через полтора десятка лет станет одним из самых известных в мире. Это первенец советских одновинтовых вертолетов. Ми-1 завоевал популярность во многих странах мира. Послушная машина и очень надежная. Недаром на трапеции, подвешенной в небе, гимнасты чувствуют себя столь уверенно. Почти все советские вертолетные КБ тогда размещались в одном здании с мебельной фабрикой на окраине Москвы, на 2-й Рыбинской улице. Я расскажу такой забавный эпизод у себя из своего быта. Как-то, ну уже это было давно, прибираясь, я там пылесосил, перевернул стул, сложил их два стула. И вдруг смотрю, там стоит штамп. 2-я Рыбинская, дом 13. То есть эти стулья были сделаны вот здесь. Из-за тесноты стенд для испытания лопастей, требовавший размаха 10 метров, пришлось расположить на улице. Стало холодно, дождь пошел. Взяли, накрыли это брезентовой палаткой. И вот под этими палатками проводили мы испытания и доводку этих лопастей. И у нас эта лаборатория так называлась Северный полюс. Пошли, говорит, на полюс. Пятачок земли у парка Сокольники стал колыбелью советского вертолетостроения. В небольшом цехе собирались первые серийные Ми-1, а за фанерной стенкой малая серия Камовского К-10. Вскоре события в Корее заставили руководство СССР изменить отношение к вертолетам. Совершенно секретно. 20 сентября 1951 года. Москва. Генеральному секретарю ЦК ВКПБ товарищу Сталину. Группировка северокорейских войск разгромлена у вулкана Панчендон. Части отступают, бросая вооружение и техники. Основная причина поражения – применение американскими войсками нового тактического приема. Высадка крупного войскового десанта в тыл северокорейской группировки с вертолетов С-55, способных перевозить до 10 десантников и до 1 тонны груза. Начальник генерального штаба вооруженных сил СССР, генерал армии Сергей Штеменко. Через три дня на секретном совещании в Кремле Иосиф Сталин обвинил военных в том, что они недооценили боевые качества вертолета. Особенно раздражал вождя тот факт, что американский С-55, доставивший корейским друзьям столько проблем, был сделан русским эмигрантом Сикорским. Сталин поставил жесткое условие – вертолет, способный перебрасывать десант и технику, должен подняться в воздух через год. Из присутствовавших на совещании вертолетных конструкторов только Михаил Минь дал обещание сделать такую машину. Вертолет этот был создан за просто рекордные сроки, за 8 месяцев уже вертолет летал. Работали, конечно, день и ночь, как говорится, буквально там раскладушки стояли. За этим внимательно следили с самого верха. Перед Милем стояла сложнейшая научная задача – создание винта большого диаметра. Новая теоретическая схема позволила построить вертолет Ми-4, а труды Михаила Миля по аэродинамике вскоре стали настольными книгами в любом вертолетном КБ мира. В 1958 году Никита Хрущев во время визита в США получил приглашение от президента Эйзенхауэра посетить его резиденцию. Чтобы миновать пробки на автострадах, руководителю советского государства предложили воспользоваться президентским вертолетом. Хрущев сказал, что побаивается новой техники, на что Дуайт Эйзенхауэр заметил, что полностью доверяет американским вертолетам. Быстрый и комфортный перелет настолько поразил Никиту Сергеевича, что вернувшись домой, руководитель страны заказал Михаилу Милю вертолет-салон. Вскоре советский борт номер один перевез Хрущева из загородной резиденции в Кремль. На этом борту, гарантируя надежность своей машины, был и Михаил Миль. К концу 50-х годов в составе советских ВВС насчитывалось уже несколько вертолетных дивизий. Многоцелевой Ми-4 мог перебросить в тыл врага сразу 16 десантников и принять на борт 8 насилок с ранеными, одно орудие или джип. Военные были довольны новой машиной, однако ее конструктор считал, что настало время машин с газотурбинными двигателями. Во второй половине 50-х годов на вооружение советской армии ставились мобильные ракетные комплексы «Луна». Для их переброски требовался тяжелый вертолет. Им стал газотурбинный Ми-6, самый грузоподъемный по тем временам. Вскоре на замену Ми-1 пришел турбинтовой Ми-2. Осталось заменить Ми-4 машиной нового поколения. Проект получил индекс Ми-8. Но 17 мая 1961 года произошла трагедия. В авиакатастрофе на вертолете Ми-4 погиб командующий артиллерией Владимир Колпакчи. Гибель командующего артиллерией генерала Колпакчи произвела на его друга, министра обороны СССР, маршала Родиона Валиновского, столь сильное впечатление, что он навсегда не взлюбил вертолеты и категорически отверг новый проект Михаила Миля Ми-8. Решающей оказалась позиция Никиты Крущева, который верил в талант конструкторов. По его настоянию заказчиком Ми-8 выступило Министерство гражданской авиации. На Ми-8 силовую установку вынесли наверх, что позволило значительно увеличить объем грузового отделения. Кабина получила остекление от пола до потолка, что давало летчикам невероятный обзор. Мне летчику, летавшему на различных типах самолетов, и прошневых, и дозвуковых, и сверхзвуковых, там, ну, на разных самолетах, когда я начал летать на вертолете Ми-8, мне очень даже понравилось, очень понравилось. Я говорю, так это же воздушное такси. Надежность Ми-8 вошла у летчиков в поговорку. Установив на вертолете два мощных газотурбинных двигателя, МИЛЬ заложил в него уникальные качества. При отказе одного двигателя, второй автоматически выходит на максимальную мощность, и машины продолжают полет без снижения высоты и скорости. Выдвинутые Министерством гражданской авиации жесткие требования экономичности, окончательно сформировали облик уникальной машины. Он показал, что, вообще говоря, на определенных дальностях, там, порядка, там, 400 километров, вертолет может оказаться рентабельнее, чем самолет. Работы над Ми-8 шли полным ходом, тогда Михаила Миля неожиданно вызвали в Кремль. Предложение, которое сделал ему Хрущев, было поистине удивительным. Генеральный конструктор должен был поехать в США, чтобы оценить и при необходимости закупить несколько вертолетов фирмы Сикорский и Вертол. Конечно, главным был осмотр производства и испытания американских вертолетов. Миль должен был оценить соотношение сил СССР и США в вертолетостроении. Согласно плану визита, Михаил Миль должен был впервые встретиться со своим давним конкурентом и коллегой Игорем Сикорским. Советскую делегацию пригласили на фирму знаменитого русского эмигранта, где впервые разрешили осмотреть производство. Милю с коллегами удалось даже полетать на новеньком С-58. Однако Сикорский так и не явился навстречу. В последний момент американские спецслужбы сочли ее нежелательной. Зато Михаил Леонтьевич смог пообщаться с другим инженером-эмигрантом, который подарил ему схему испытаний лопасти С-58. Под рисунком стояла чисто одесская подпись. Кися Шидлер. В 1964 году, после отстранения Хрущева, командование ВВС не стало принимать Ми-8 на вооружение. Были закуплены лишь несколько десятков машин для апробации. Михаилу Леонтьевичу вместе с коллективом создателей восьмерки, Яблонским, Колупаевым, Кузнецовым и многими другими талантливыми конструкторами пришлось сражаться за свое детище. Михаил Леонтьевич был очень, ну, если бы, робким человеком в каком-то смысле. Это тоже ему, вообще говоря, вредило, потому что он вынужден был в себе это преодолевать. И это, в общем, наверное, сжигало его здоровье. В конце концов, может быть, и привело к быстрому его уходу. Михаил Ми был настолько влюблен в вертолеты, что остро переживал любое негативное высказывание в их адрес. Особенно, если это был какой-то журналист, то он просто считал его своим личным врагом. Но, кроме того, он всегда, как бы ему удавалось превратить людей из противников вертолетов в сторонников вертолетов. Он рассказывал, он много этому посвящал очень времени. Ми-8 был высоко оценен руководством гражданской авиации, сделавшей заказ на массовую серию. Вскоре винтокрылую машину ожидал небывалый триумф. В июне 1965 года Советский Союз представил на Международном авиасалоне «Ле Бурже» одну из самых представительных экспозиций. Вертолеты КБ «Миля», Ми-8, Ми-6 и летающий кран Ми-10 произвели сенсацию среди специалистов, которым разрешили не только полетать на Ми-8, но даже сфотографировать приборную доску. После показательных полетов в шале КБ «Миль», размещенном на площадке Ми-10, собрался цвет мировой конструкторской мысли. Сергей Сикорский, Фрэнк Песецкий, главные конструкторы фирм «Белл», «Аэроспасьяль», «Уэстленд», «Белькор». Общим решением Михаил «Миль» был признан самым выдающимся конструктором вертолета. А ведь со времени создания его КБ не прошло и 18 лет. После триумфа в Ля-Бурже военное руководство СССР наконец-то оценило достоинство Ми-8. Он используется как десантный, транспортный, медицинский вертолет. Машина РЭП, летающий командный пункт, постановщик мин. Надежно действует созданное оборудование для установки с вертолета противотанковых мин на грунт и противодесантных мин в воду. Порой «Восьмерка» выполняла задачи, о которых не догадывались ее создатели. Ну, в Африке прибыли мы, наконец-то посадили нас на вертолеты с надписью «Аэрофлот». Это так порадовало поначалу. Но летать мы почему-то начали на передний край там. Ну, не очень-то там кормились-то хорошо. Вот, и что-то как-то мы полетели из стада страусов. И так уж захотелось, так сказать, до этого бройлера откушать. Они же бегут. Вот и вот так у него голова. Ну, я вот так прицелился, так снизился этот низейничка. Раз, он по голове колесом. А он оставалось, глаза у него шли на затылке. Раз, так, голову. И дальше бежит. Раз заход, второй заход. А топлива впритык. Ну, я понижду, ну, что-то с ним. Ну, он, естественно, упал, вертолеты оборогнулся, сели. Ну, бог-то мой. Две ноги в разные стороны. Мы их, конечно, забрали. Все остальное помете. Ну, мы очистили тщательно, скушали, скушали, да, пельмени наделали. Перья домой попривозили. Жалко птичку, но она нас спасла. Да, от голода, от голода. Нет такого рода войск, который не применял бы эту машину. Тщательно продуманная конструкция Ми-8 имела огромный ресурс модификации. На ее базе был создан один из самых невероятных в истории советского ВМФ аппаратов. Вертолет-амфибия Ми-14. Благодаря надувным баллонетам вертолет мог садиться прямо на воду и сохранять остойчивость даже при волнении в 4 балла. Его шасси впервые в истории отечественного вертолетостроения при посадке на воду убирались внутрь. Ми-14 стал рекордсменом по дальности перелетов и эффективности обнаружения подлодок. Это единственный в мире вертолет, приспособленный для несения ядерного оружия, глубинных атомных помп. Красивая машина хорошо летает, любил повторять Михаил Миль, рисуя проекты своих вертолетов. Он первым из советских авиаконструкторов пригласил на работу в свое КБ лучших промышленных дизайнеров и художников. Всем, кто летал на вертолете Ми-8, приходилось подниматься на борт вот по такой лесенке. Но мало кто знает, что разработал ее Элем Климов, ставший впоследствии известным кинорежиссером. Классикой мирового кино стали его фильмы «Агония», «Иди и смотри», «Спорт», «Спорт», «Спорт». Международный успех Ми-8 сделал КБ «Миля» лидером мирового вертолетостроения. Оно могло решать поистине грандиозные задачи. В середине 60-х военным понадобился вертолет для перевозки стратегических ракет. Они имели большие габариты, потому что там много было топлива и окислителя. Они были вот такого диаметра, который требовал сечения фюзеляжа 4,4 на 4,4. И была задана разработка вертолета. Заданные параметры потребовали революционных решений. Рассмотрев вариант одновинтовой машины, Миль убедился в невозможности осуществления проекта присуществующих технологий. От продольной двухвинтовой схемы пришлось отказаться из-за взаимного влияния винтов. Генеральный конструктор предложил поперечную схему. Михаил Юрьевич разработал схему, у которой двигатели и редуктора были вынесены вместе с винтами. А чтобы уменьшить потерю от обдувки, он крылышко сделал такой сужающийся, с обратным сужением. Воздушный гигант Ми-12 поднялся в воздух 27 июня 1967 года. Ему принадлежит рекорд по подъему грузов для вертолётов – более 40 тонн. До сих пор это достижение остаётся непревзойдённым и вряд ли будет перекрыто в обозримом будущем. С принятием на вооружение нового поколения ракет военные перестали настаивать на запуске в серию Ми-12. Но история его создания навсегда останется легендой мировой авиации. А Михаила Леонтьевича волновали уже иные проблемы. Михаил Леонтьевич Миль одним из первых в мире разработал концепцию комплексного применения вертолётов на поле боя. Анализируя историю развития военного искусства, Михаил Леонтьевич Миль пришёл к выводу, что следующим этапом после перехода сухопонных войск на автомобильную технику, на бронетранспортеры, на боевые машины пехоты будет переход на вертолёты. И именно Михаил Леонтьевич Миль был одним из основоположников концепции аэромобильных операций. Ещё в 1967 году, побывав на показе новой советской бронетехники, Михаил Миль загорелся идеей создать летающую БМП. Его Ми-24 должен был стать ударным вертолётом с десантным отделением. Даже Гречка, после того, как Михаил Леонтьевич закончил, сказал ему, Михаил Леонтьевич, ну зачем вы так лезете в наши проблемы? Михаил Леонтьевич не мог по-другому, потому что сделать вертолёт, отвечающий требованиям, задачам, которые решают военные, можно только тогда, когда ты понимаешь и глубоко понимаешь эти задачи. Вскоре события во Вьетнаме подтвердили правильность предвидений Михаила Миле. Летом 1967 года вьетнамские партизаны увидели в небе машины с нарисованными на фюзеляже белыми кроликами. Вертолёты с эмблемой журнала «Плейбой» сметали цели шквалом огня. Секретный. 20 августа 1967 года. Москва. Начальнику генерального штаба вооружённых сил СССР Матвею Захаровичу. На американскую авиабазу «Бьенхуа» вблизи Сайгона поступили штурмовые вертолёты «Хью Кобра». Они используются в паре с десантными вертолётами «Иракес». Броневое покрытие делает «Хью Кобру» малоуязвимой для зенитного огня. Мощное ракетно-пушечное вооружение позволяет решать задачи по уничтожению подразделений численностью до взвода пехоты. Главный военный советник Демократической Республики Вьетнам Александр Хюпин. Во Вьетнаме американцы впервые применили новый вид подразделений – аэромобильные войска, в которых объединились пехота и вертолёт. Американцы вновь вышли в лидеры боевого применения вертолёта. Путём неимоверных усилий Михаилу Леонтьевичу удалось убедить высшее военное руководство страны в необходимости создания мощного боевого вертолёта. Для обеспечения надёжности нового проекта Ми-24 было решено использовать наиболее удачные элементы конструкции и агрегаты от Ми-8. Боевую живучесть МИЛ считал главным качеством воздушной БМП. Броня защищала на Ми-24 не только десантный отсек, но и кабину, двигатели, гидравли. В Кубинку ездили, там есть выставка, музей вообще всей танковой техники, ну и испытательный полигон там в Кубинке. Вот мы ездили, смотрели БМП, как туда эти солдаты садятся, как они оттуда выпрыгивают. В 1967 году Михаил Миль перенёс обширный инфаркт. Здоровье уже не позволяло ему работать, как прежде, по 12 часов. Все оставшиеся силы конструктор вкладывал в новые машины. 19 сентября 1969 года Ми-24 поднялся в воздух. Михаил Леонтьевич в последний раз смотрел на своё детище. Уже первая модификация Ми-24А оказалась самым мощным в мире боевым вертолётом. Машина доселе невиданных форм, непривычной конфигурации и аэродинамической компоновки, которая появилась, она, естественно, вызвала шок. Однако, как это нелетко случается с новой техникой, Ми-24 пришлось срочно дорабатывать уже в ходе эксплуатации. Компоновка кабины, общая для пилота и стрелка, не позволяла лётчику видеть, что происходит справа. Решение проблемы предложил ученик Миля Марат Тищенко. Кабину пилота разместили над кабиной оператора оружия. Это делало вертолётную кабину, очень похожую на самолётную. И это льстило лётчикам, вертолётчикам. Но это, так сказать, внешняя сторона дела. А, в общем-то, радикально улучшился обзор и бронирование, потому что бортовые панели этой кабины были изготовлены из стали. Следующую модификацию вертолёта Ми-24В военные прозвали «Крокодил». Крокодил, он имеет идеальную, так, аэродинамическую структуру своего тела и всё прочее. И не зря это одно из немногих живых организмов, которые сохранились с той эры. Первыми хватку «Крокодила» почувствовали на себе афганские моджерты. В Афганистане атаки низколетящих 24-х имели большую результативность, чем удары самолётов с больших высот. Но Ми-24 создавался для боевых действий в равнинных условиях. Высокие горы Афганистана таили в себе непредвиденные ранее опасности. Когда приходилось лётчикам армейской авиации работать в условиях высокогорья и в условиях повышенных температур. До этого как-то в наших, в умеренном климате эти проблемы не всплывали. Опасение у лётчиков вызвало явление, названное левым вращением. Впервые столкнулись с так называемым неуправляемым вращением. Когда вертолёт с угловой скоростью до 90 градусов в секунду, так, начинал, значит, вращаться. При определённых режимах полёта в горах возникает срыв потока воздуха с несущего винта. Образуется разряжённое пространство перед хвостовым винтом, которому перестаёт хватать силы тяги. Вертолёт начинает неуправляемое вращение влево вокруг своей оси, теряя высоту и скорость. Участились катастрофы. В Афганистан вылетели специалисты из КБ имени Миля. Вышли мы из этого неуправляемого вращения, которое, значит, назвали вертолётным штопором. Разработали рекомендации, какие необходимы для того, чтобы, если вертолёт попадает в такое положение, как из этого явления выходить. И далее, значит, были разработаны конструктивные мероприятия. Была изменена конструкция хвостового винта. Разработаны надёжные методики выхода из вертолётного штопора. Ми-24 поставлялся в три десятка стран. Принял участие практически во всех военных конфликтах конца 20 века. И снискал славу универсального бойца. На его счету треть всех подбитых вертолётами танков. Стоящий на вооружении Ирака Ми-24 даже сбил иранский истребитель. Уникальный случай в истории авиации. Вскоре события, произошедшие в Советском Союзе, заставили сосредоточить все силы Милевского КБ на другой острейшей проблеме. Фёдору Михайловичу Достоевскому принадлежит крылатая фраза «Красота спасёт мир». Но вряд ли великий писатель предполагал, что когда-нибудь его афоризм будет реализован буквально. Именно в КБ «Миля», где так ценили красоту винтокрылых машин, был создан вертолёт, которому в буквальном смысле предстояло спасти мир. Самый большой серийный вертолёт вошёл в историю под маркой Ми-26. Он был разработан в Милевском КБ, когда знаменитый конструктор Михаил Миль уже ушёл из жизни. В начале 70-х военным понадобился вертолёт большой грузоподъёмности, способный перевозить мобильные ракетные комплексы «Пионер» и всю технику десантной дивизии. Выяснив, что возможности модернизации Ми-6 ограничены, новый генеральный конструктор КБ «Миль» Марат Тищенко предложил создать его замену – вертолёт следующего третьего поколения. При той же массе такие вертолёты имеют вдвое большие показатели полезной нагрузки. Впервые в истории вертолётов был применён восьмилопасной винт, но двигателисты не смогли разработать главный редуктор. И тогда его создали на фирме «Миль» по ранее не применявшейся в мировой практике многопоточной схеме. Эта машина, опередившая своё время, это очень легко доказуемо одним простым фактом. Сегодня, вы знаете, существует две программы в мире по созданию тяжёлой машины. Это программа общеевропейского тяжёлого вертолёта и программа модернизации вертолёта СЕИЧ-53. Так вот сегодня Ми-26 практически на 80-90% выполняет те перспективные требования, которые заложены к единому европейскому тяжёлому вертолёту. Это спустя почти 30 лет после его создания. В апреле 1986 года произошёл взрыв на Чернобыльской АЭС. Первые разведывательные полёты выполнили Ми-8. Из реакторов шёл смертельно опасный выброс радиации. В Чернобыль срочно вызвали несколько полков армейской авиации. В жерло разрушенного реактора с Ми-26 сбрасывались десятки тонн смеси песка, свинца и доломита. Укладывались многотонные бетонные и стальные плиты. За считанные дни был разработан вариант Ми-26 для полива места аварии битомной смесью, связывавшей радиоактивную пыль. За трое суток выброс уменьшился в сотни раз. Благодаря летающим исполинам были спасены миллионы жизней. В уникальности Ми-26 не так давно вновь убедился весь мир. В афганских горах произошла серия аварий американских вертолётов Чинок. Только милевские гиганты смогли эвакуировать тяжёлые вертолёты с мест крушения. Очень много пыли, такие условия. Вот в этом была самая сложность. Ну вот американские стропольщики, специалисты, они подцепили уже. Три захода по афганской методике выполняли, чтобы раздуть эту пыль, чтобы было хоть что-то на земле видно. По командам императора зашли на объект, подцепили стропольщики, потом они про пыль эту ругались, скрипило на зубах. Мягко подняли вертолёт и доставили её на базу. Драматической оказалась судьба ещё одной идеи Михаила Милева. Ещё в 1968 году он задумал создать вертолёт-штурмовик Ми-28. Однако уже после ухода из жизни генерального конструктора в 1970 году Министерство обороны изменило технические характеристики будущей машины. Проект пришлось начинать практически заново. Его возглавил Марк Вайндерф. Применение новейших технологий позволило создать уникальный вертолёт. Конфиденциально. 20 сентября 1982 года. База Офут. Амаха, штат Небраска. Командующему ВВС США Томасу Риду. В Советском Союзе прошли испытания нового вертолёта, обладающего очень высокой манёвренностью. Он способен двигаться с бок и назад, а также делать все фигуры высшего пилотажа, выполняемые нашим штурмовым вертолётом «Апач-Би». Директор разведывательного управления Министерства обороны США Джеймс Уильямс. В конце 80-х в СССР была провозглашена политика перестройки системы народного хозяйства. Одним из основных пунктов которой было сокращение заказов на военную технику. В том же году на конкурс штурмовых вертолётов были представлены две новые машины – Ка-50 и Ми-28. Военным понравились оба вертолёта. Но нехватка средств заставила выбрать только один – Камовскую чёрную акулу. Хотя специалисты говорили о преимуществах двухместной машины Ми-28. Вот это вот удивительно и поражает, что машина сделана на лётчика средней квалификации. Основная функция которого – просто наложить марку на цель. В условиях экономического кризиса проект показался военным слишком дорогим. Отличная боевая машина, превосходящая все мировые аналоги, в серию не пошла. С послами-28 группа энтузиастов КБ имени Миля, сосредоточившая силы на создании его новой модификации – всепогодном вертолёте круглосуточного применения. Благодаря комплексу технического зрения, включающему и тепловизорные камеры, вертолёт действует в полной темноте, появляясь над противником словно призрак. Он способен за километр обнаружить машину с включённым двигателем или присутствие человека в густом лесу. В 1993 году началась приватизация вертолётного завода имени Миля. Купить контрольный пакет акций решила знаменитая американская фирма «Сикорский». В том, что лучшая отечественная фирма вертолётостроения не стала ремонтной базой для иностранных машин, заслуга одного из создателей МИ-28 Марка Байнберга. Он добился, чтобы контрольный пакет завода «Миль» остался в руках государства. Это единственное верное решение. МИ-28 выбран в качестве основного боевого вертолёта. А вот все эти перипетии, они коллектив не только закалили, но и сплотили. И на сегодня мы имеем одну из самых таких боеспособных или, скажем так, сплочённых команд, которая занимается именно проектом МИ-28. В октябре 1996 года первый МИ-28Н впервые поднялся в воздух. Через 9 лет ночной охотник совершил первый полёт как серийный вертолёт. Машина, задуманная Михаилом Милем в 1968 году, наконец поступила на вооружение ВВС России. В мае 2006 года Конгресс США после доклада о старении парка военной авиации утвердил программу по закупке более 300 ударных вертолётов. Стремительно стареет вертолётный парк отечественных ВВС. Несмотря на начавшиеся поставки новых вертолётов фирм «Мили Камов», проблема замены старых машин стоит особенно остро. Россия – это огромная страна. Это страна безангарного хранения вертолётов, ну и обслуживания, естественно. Это страна, когда вы, или мы все, да, в определённых районах имеем там зиму в течение 9 месяцев, когда не очень удобно там крутить гайки. В отличие от Америки, российские ВВС могут использовать только вертолёты, построенные в России. Техника, которая создавалась и создаётся Московским вертолётным заводом, она отличается высокой надёжностью. Здесь не надо искать какие-то особенные подходы. Всё определяется просто тем, что мы живём в России. Однако разработку новой техники «Миливцам» приходится вести в основном на собственные средства. Российской вертолётной промышленности помогают выживать экспортные и частные заказы. Пережив трудные для всей отечественной авиапромышленности времена, миливцы вышли победителем. 12 декабря 2007 года вертолётный завод имени Михаила Миля отметил своё 60-летие. На торжественной встрече, посвящённой этому событию, генеральный директор КБ заявил о том, что его коллектив работает над новыми проектами. К юбилею государство сделало миливцам щедрый подарок. По программе перевооружения российской армии до 2016 года только вертолётов Ми-28Н будет закуплено более 300 штук. Это означает, что непревзойдённые машины Михаила Миля ещё многие десятилетия будут основой вертолётного парка Вооружённых сил России. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова